Котик Мякиш, живет он у нас уже три года, попал он к нам зимой, его подбросили вместе с его отцом, так мы понимаем, к подъезду. Мякиш решил со своих мужей. Он уже не молодой кот, ему порядка семи лет, но он такой прям хороший и ласковый, ручной и совершенно не компликтный. Но пока, к сожалению, из-за возраста или из-за количества его шерсти шикарной, к нему еще никто не пришел. Подобных историй в приютах для животных сотни. Они похожи друг на друга, но в то же время всегда различаются, как и питомцы. По внешности, характеру, состоянию здоровья. Каждого котика и песика жалко по-своему, но не все готовы им помогать. В частных приютах в городе становится все больше, а количество их обитателей неуклонно растет. Между тем, не каждый приют может рассчитывать на поддержку государства, а животных нужно кормить, лечить и создавать им необходимые условия. Мы решили сделать одному из таких приютов в подарок, приюту Бусинка, и запустили новогоднюю акцию на сбор корма для всех вот этих четвероногих. Бусинка – молодой приют, существует второй год. За это время там поселилось 400 кошек и 38 собак. Они живут за счет личных средств волонтеров и благотворительных сборов. На содержание животных уходит 2,5 тонны наполнителя для лотков в месяц, больше 17 килограммов корма в неделю, а еще расходные материалы, моющие средства и услуги ветеринара. И на все это нужны деньги, а при таком большом количестве животных бюджет ограничен. Ветеринарные услуги в основном, это вот как только кошка прибывает, естественно, это большой расход. Это мы делаем тесты на хронические вирусные инфекции, это стерилизация, это прививки, ну то есть это сразу очень много денег. Потом уже, если кошка в принципе здорова, то есть у нее нет никаких там хронических заболеваний или проблем там еще, то в основном все уходит на корм. Как накормить подопечных приюта Бусинка? Приносите корм для кошек и собак в нашу редакцию по адресу улица Короленко, 51. Приветствуется марка Роял Канин, но питомцы не откажутся и от другой. Также в кофейнях города есть акционный кофе. Средства с его покупки также пойдут на еду. Акция продлится до 27 декабря, но лучшим подарком для приютского питомца неизменно остается возможность найти своего человека. Полина Жданова, Николай Шилко, День с толком. Продолжение следует...